Дай почитать. А еще потому, что она однажды, увидев по телевизору, а надо сказать, что фермер и кумир коров Петр Иванович решил, что трансляция спортивных передач повышает на Дое, так вот Муля увидела фигуристок и решила, что станет чудесной, грациозной танцоркой на льду. Но удои от спортивных передач не увеличились. Приехал внук Петя, телевизор был изъят, а мечта-то у Муля осталась. Петя и Муля нашли друг друга, объединили усилия для достижения заветной цели. Петя Брейкин надел на корову Мулю коньки, и умная коровка стала приближаться к заветной мечте – стать звездой фигурного катания. Петя и кот-шаман стали тренерами, а Муля, собрав всю волю в копыта, падала, поднималась и побеждала лед, побеждала собственную неуклюжесть и сомнения. Автор этой чудесной книги – «Корова на льду» Антон Соя, известный писатель, автор песен, поэт, рок-продюсер. Он написал известные книги «Порок сердца» и «Эмбой». И еще ряд детских книг. Издательство «Качели» оформило текст при помощи чудесных иллюстраций Ольги Попугаевой и Дмитрия Непомнящего. После приключений, трудностей, разочарований Муля, Петя и шаман все же поехали в Токио на чемпионат. И вот на льду корова Муля, трогательная, грациозная, как лань, она не скользит, а порхает по льду, как большая рогатая черно-белая бабочка. Понятно, что это милая история про гадкого утенка. Но если у Андерсона генетически все было предопределено, то в истории Антона Сои побеждают упорство, труд, вера, стойкость, дружба и взаимопомощь. Кстати, на ферме появилась юная коровка, очень мелодично мычащая. Но это совсем другая история. 6+. Дай почитать.